Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 августа. Вот я только что у сорта деликатес снимала видео. Сейчас я насобирала еще несколько ведер томатов и вот села отдохнуть. И решила поговорить о сорте Настенька. Когда я рассказывала зимой, что вот такой прекрасный сорт Настенька, люди у меня очень часто спрашивали, что один и тот же сорт или нет. Вот Настюша, Настена, Настенька, потому что вариаций этого имя в сорте томата очень много. Есть Настюша, есть Настена, по-моему, это гибрид, есть Настенька. Я вот скажу про свой сорт, который выращиваю я, который говорю, что он толстоногий, он холодоустойчивый, он такой, как неприхотливый сибирский сорт. Это именно Настенька. Я вам сейчас вот показываю Настеньку, но учтите, что это уже последние плоды. Я же давно уже начала. И у него немножко мельче, чем должны быть они нормальные. И сейчас скажу про форму. Вот когда про чудо земли начали говорить, кто-то говорил, что она сердцевидная. Тут уже пришел комментарий, что сердцевидная это украинская чудо земли, наша вот плоскоокруглая. Дело в том, что мы часто путаемся вот в этих формах. Описана форма одна, на самом деле форма другая. Я сейчас расскажу вам подробнее про Настеньку, какой формы она может быть, а какой не может быть. Вот она написана, на пачке было, что она почковидная форма. Но я думала, что это вытянутая вот так. Кто-то сказал, что это в форме почки. Но в форме почки она не похожа. Она вообще, вот смотрите, она может быть вот такой, но все-таки у нее форма вытянутая. Она не такая, как сейчас покажу, она никогда не бывает вот такой вот плоскоокруглой. Вот у меня этот медовый король. Плоскоокруглые, они немножко обычно вот у задницы такие с ребринками. А это видно всегда вытянутая, хоть чуть-чуть, но вытянутая. Ой, отпечаток оставила. Вот смотрите, может быть Настенька вот такой формы вырасти. Это Настенька. Но может она вырасти и более как бы приземистой. Но вот так. Почти даже не вытянутая. Она вроде как круглая, но все равно видно, что она чуть-чуть плод удлиненный у нее. Видите, вот так она длиннее, чем в ширину. Потом. Сейчас еще какой. Я вот сейчас все собрала. И бурые, и красные. Потому что у нас передали штормовое предупреждение. У нас же все аномальная жара, аномальная жара. Все за 30, за 30. И вчера я сидела, вот на эти ведра гляжу, вчера тоже собирала. И такая мысль ко мне пришла. Наступает момент, когда урожаю уже не рад. И когда думаешь, о боже, вы все спеете. Спеете, когда же вы закончитесь. Жара до полуобморока. Собирать невозможно. И вот сейчас после жары нам передали штормовое предупреждение, что будет ураган, ветер все. Ну и как всегда поломает все кусты. Поэтому я стараюсь, отбираю сейчас и бурые, и спелые. И вот смотрите, среди бурых, видите, какие? Вот такой. Вот это вот похоже действительно как на почку. Кто-то написал, что в виде почки органа человеческого. Потом сейчас еще откопают какой-нибудь. А, ну вот, смотрите. А вот вообще не похоже на вытянутую форму. Но это тоже Настенька. Это все с одних и тех же кустов. Поэтому я и говорю, что у нас помидоры часто путают. Написано, что вот должны быть, например, вытянутой формы. А они совсем другой. Вчера Кенигсберг золотой разрезала. Он же всегда перцевидной формы. Нынче они у меня все такие разбарабанили, что вот на одном кусте висят на верхних кистях такие перцевидные вытянутые формы. Ну вот такие вот. А на нижних вот такие почти бочковидные Кенигсберг золотой. Это хорошо, что я знаю его. Я из года в год выращиваю. А некоторые могут засомневаться. Поэтому если говорить вот о сорте тот, который я, о котором я рассказываю, Настенька, и который вы хотите, возможно, у себя в городе, где-то в магазине купить, я знаю именно Настеньку. Не Настену, не Настюшу не выращивала. Я знаю, что это совершенно другие сорта. Какой формы они будут? Может быть, такие же будут. Может быть, похожие. Есть вообще сорта, двойники. Как я это объясняю? Вероятно, вот это название уже авторы, ну как, есть на него авторское право. А они, возможно, этот же сорт, может быть, под другим названием Настюша или Настена, выпускают, чтобы не было никаких претензий со стороны автора. Это я не буду утверждать, я не знаю. Но у меня именно Настенька, именно сорт, а не гибрид. И плоды всегда почти вытянутой формы. Круглые и плоскоокруглые. Их не бывает. Все. Вот это я ответила на вопрос, который приходит очень часто, потому что я об этом сорте говорю часто. Он совмещает такие достоинства, как ранеспелость, выносливость, холодостойкость и крупноплодность. Он не мелкий. И вот смотрите, я сегодня пробовала. Эти, ладно, эти же не буду я есть. А вот такие вот, которые довисели на кустиках, которые даже вот немножко треснули, до чего они вкусные. Они прям сладкие. Извиняюсь опять за руки, но мыть мне некогда. У меня тут оврал все. Не обращайте внимания. Тут у меня ведра грязные, руки грязные. Но зато будут вкусные, хорошие помидоры. Жаркое лето. Все. Огородники мучаются. Некоторые пенсионеры умирают. До смерти работают на садовых участках. Я боюсь этого всегда. Не дай бог от солнечного удара упасть и лежать в теплице, вялиться весь день, пока с работы не придут и не найдут. Ну ладно, не будем думать. Я молю дождя сижу. Дождик, дождик, приди. Все, до свидания. Это Анастеньке видео.